У меня сегодня спецзадание. Агент под прикрытием. Мне нужно купить гостинцы, которые я повезу в Эдинбург. Поэтому после каждого отпуска в России мы, конечно же, ищем гостинцы. И гостинцы я буду покупать как в Новокузнецке, в Сибири, где живут мои родители, так и в Москве, где живут родители моего мужа. Всем привет из солнечного Новокузнецка. Мы сейчас уже, к сожалению, подходят к концу наш отпуск к дому, и мы идем закупаться продуктами, которые мы обычно закупаемся. Но сначала мы зайдем за вкусным кофем. Вот ребята, они делают лучший кофе в городе Новокузнецка. Сделаем ваш кофе. Спасибо. Все, спасибо ребятам из культуры. У них, правда, лучше кофе в Новокузнецке, так что заходите к ним. Не реклама ни одного бесплатного стакана, потому что они мне в следующий раз нальют кофе бесплатно. Обычно у нас спрашивают все, что вы везете из Шотландии в Россию, и что вы везете из России в Шотландию. А я сегодня покажу вам, что мы везем из России в Шотландию, когда едем уже с отпуска домой. Из дома в домой. Я не знаю, где у меня там здесь, или там у меня два дома. Знаете, дома всегда хорошо. Вот спрашивают, опять же, когда вы приезжаете. Вот я лично, когда приезжаю домой, я как будто и не уезжала. То есть такие же ощущения, ты приезжаешь домой, ты видишь родных, друзей, знакомых. И это очень все классно. Я очень люблю приезжать в Россию. Вот мы нашли привет из Сибири. Пойдем посмотрим, что там есть. Вот какая классная продукция. Тут есть облепиха, грильяшки дровые. Кстати, грильяшки дровые родом из Томска. Так что опять Томску привет. Ягодный мармелад. 4 штуки по 150 рублей. Сделано, кстати, сибирский кедр. Сейчас скажу. Опять же, Томская область. Это мечи молодцы. Две истории расскажу про подарки из России. Вот сейчас увидели муминю. Я подумала, что, конечно, прикольно было бы привезти и рассказать. Но, наверное, не поймут люди такой вот подарок. А второй гематоген. Гематоген тоже была очень забавная история. Мы привозили гематоген, давали своим друзьям иностранцам попробовать. А потом рассказывали, что гематогену в том числе добавляется бычья кровь. И иностранцам было очень плохо в этот момент. И они смотрели на нас не очень добрыми глазами. Им не понравился такой подарок. Больше гематогена я не даю никому и пробовать. И если дают, они рассказывают. А вообще из самых непривычных и необычных ощущений, это, конечно, когда приезжаешь, а здесь лето. И плюс 23, 25, 30, жарко. Я вообще за две недели ни разу не брала куртку. На меня ни разу не дул холодный ветер. И, конечно, такая... Ну, это очень необычно. Вот я даже, мне кажется, мы сейчас вернемся в Шотландию холодную. И будет нам очень холодно, потому что очень жарко. И сухой-сухой воздух, когда в Шотландии влажно и прохладно. То есть вот такое вот лето, еще бы море, и тогда можно вообще на отдых ездить на Сибирь. В Сибири, знаете, что еще бросается в глаза? То, что на улицах и на дорогах пусто. То есть вообще немноголюдно по сравнению с Москвой. Даже по сравнению с центром Эдинбурга здесь достаточно мало людей. И мне, конечно, это очень нравится. Допустим, в той же Москве там слишком много людей. Для меня любитель тихих городов и маленьких городов там слишком-слишком насыщенно. А здесь душа радуется. А когда едешь по дорогам, когда там березки, холмы, это все очень здорово. Всем привет из столицы мира, из города, который никогда не спит. Москва, Москва, вот она нас теплом и жарой встречает. Хотя, удивительно, сразу люди говорят, о, какое дождливое лето. Я думаю, люди приезжайте, пожалуйста, в Эдинбург. И вы видите, что такое дождливое лето. А здесь вообще все вон в сарапанах ходит. Вот так и дружненько. Друзья. А вы говорите, в Эдинбург дождливое. Москва второй день такими вот нас дождями радует. Так что это привет нашу Эдинбургу. Я хочу сейчас купить каких-то продуктов на подарки своим друзьям. Я думаю, так, родственникам. Родственников у меня нет в Эдинбурге. Друзья, вот, Надя, тебе хочу что-нибудь купить. Поэтому мы сейчас идем в магазин во вкусвилл. Для того, чтобы найти какие-нибудь подарки. Ну, вот посмотрим, что там есть. Ну, вот, все, яблокусвилля. Сейчас посмотрим, что тут есть. Вот, чтобы я точно привезла. Но тяжелое. Как я люблю облепиховые морсы. Надо посмотреть, может, есть облепиховое варенье. Это вообще моя любовь. Ладно, хоть не привезу, но выпью. Смотрите, он здесь стоит 135 рублей. Ну, вот, смотрите, вполне из России продукт. Называется пряник-паломник. Стоит он 221 рубль. Ну, чуть-чуть, я не знаю, наверное, я не повезу пряник. Ну, дальше пошли липа с черным чаем, чага-чай, имбирь. Ну, имбирь нет, конечно. А вот чага-чай и липа можно, в общем-то, привезти. Вот, кстати, сердце сосновых шишек. Пробовали вы, нет? Я пробовала, мне даже понравилось. Еще бы шишек побольше клали, и тогда вообще классно было бы. Я знаю, что у нас в Сибири тоже продают такие. Вот такое я привожу. Для дочери своей куплю кукурузные палочки. Но, справедливости ради, скажу, что кукурузные палочки в Эдинбурге продаются в польских магазинах. Так что, в общем-то, у нас их тоже можно достать. А вот, смотрите, какие классные. Это леденцы, ложка чайная, облепив корица. Ты, видимо, размешиваешь в чае. И, да, вот, смотрите, облепив корица, это чайная с травами. 61 рубль. Мне кажется, классно. Единственное, что мне не нравится, что они упакованы в пластик. Мне кажется, могут быть в бумагу. Но вообще классная идея. Я съем сама, я никому ей не дам. Надя, прости. А еще в российских магазинах мне нравится, что очень много разного творога. Разный процент жирности. Он есть рассыпчатый, есть нерассыпчатый. А вот, если говорить про британские магазины и британские отделы, то у них есть только зернистый творог, который соленый. А если говорить про польские отделы, то там есть разные проценты жирности творога. Но все равно нет такого разнообразия. И мне кажется, что он не такой вкусный. Здесь у нас какой-то свежий, классный, вкусный творог во всех магазинах. Злая тетя Аня везет, любимцы, детям, Сониным, друзьям. Я думаю, что зубы точно не будут благодарны. Но дети будут счастливы. Вот тут вот любимцы, некие коровы. Когда спрашивают, почему я так сильно скучаю, я, конечно, скучаю по вареникам. Пельмени я не ем. Они мне не нравятся, никогда не нравятся. Но по вареникам с ягодом, с творогом и по сырникам. Сырники я не очень хорошо готовлю. А вот поесть я их очень люблю. Садитесь, можете? Да. Ну вот сумочка на 855 рублей. Цены, кстати, достаточно высокие. Я считаю, что я посмотрела, ну вот опять же, и творог, какие-то такие даже базовые продукты. Мне кажется, здесь значительно дороже, чем в других магазинах. По сравнению с Новокузнецком точно. И мне кажется, даже по сравнению с другими московскими магазинами. Так что так. Это моя любовь. Морс и блепиховый. Я, к сожалению, не нашла блепихового варенья. Если бы нашла, точно бы купила. Я очень люблю блепиховый. Вот, кстати, чего нет в Эдинбурге, чего нет в Шотландии, в Англии, наверное, тоже. Это блепихи. А вот моя сибирская душа очень скучает по этому продукту. Поэтому я с удовольствием пью морс. А вообще, кстати, я хотела рассказать, что принято привозить что-нибудь из-за границы. Когда люди в офисе едут в отпуск, то с отпуска они обычно привозят, опять же, либо еду на весь офис, либо какие-то маленькие индивидуальные сувениры. То есть это все принято и активно делается. Поэтому мы раньше всех заваливали матрешками и перестой. Мне кажется, что у коллег моего мужа теперь коллекция целых этих матрешек, потому что мы периодически забывали, что мы их дарили и снова привозили эти матрешки. Поэтому вот сейчас мы уже остановились и просто привозим еду. Кстати, водку мы тоже привозили. Так что все, Эдинбург весь пробовал водку из Сибири, матрешки. Стоят у них на полках. А вот сейчас мы просто еду и конфеты, чтобы у них еще и зубами плохо было, не только с печенью. Все, иду в супермаркет Виктория 24. Для того, чтобы купить конфеты, посмотрите, клепиховое варенье. У меня есть смешная история, связанная с тортами. А подруга, когда мы поехали с ней в Германию, я тогда получила стипендию и на обучение в Германию. Вот, и она говорит, там нет тортов. Давай привезем им торт. И вот мы в ручной кладе привезли этот торт. Надо договорить, какое было изумление людей, когда они узнали, что мы из Сибири привезли в Германию настоящий торт. Мне кажется, они даже не оценили наших всех усилий. Здесь действительно очень много тортов. И, конечно, по сравнению с единобуржскими тортами, они более замысловатые и менее дорогие. Так что спасибо единобуржским кондитерам за то, что они не очень изощряются в этом. Иначе мы бы совсем были с Надей толстые. А тут у нас нет тортов, нет соблазнов. Ну вот, зачем я шла. Это конфеты. Какой-нибудь классической Аленке я не вижу. Может быть, в другой придется магазин. Здесь совсем новые конфеты, которых я даже и не знала, и не слышала. И они точно не из моего детства. Вот, да, даже вот это Харитошка. Потом, что это такое? Это звонок летний. Одним словом, это же конфеты нового поколения. У нас таких не было. Внучата. Но это точно, да, не мои. В итоге мы купили конфеты коллегам. Вот Аленку. Вдохновение. Грильяш. И я надеюсь, что коллегам понравится. Как раз конфеты к чаю всегда хорошая идея. Меня всегда спрашивают, а в России дома? В Шотландии дома? В России и в Шотландии дома. И я как рада очень всегда лететь в Россию. И с удовольствием всегда. Вот, дом, дом. Так и в Шотландии сейчас подлетаем. И тоже дом, дом, дом. Так что с прибытием у меня. Редактор субтитров А.Семкин